Правда о наркотиках Каждый наркоман вовлекает в употребление наркотиков 13-15 человек, создавая своего рода снежный ком наркомании. В докладе Совета по внешней и оборонной политике России наркомания названа общенациональным бедствием и угрозой нации. Более 60% наркоманов в России – люди в возрасте от 18 до 30 лет и почти 20% – школьники. Школы, вузы и дискотеки являются основными точками распространения наркотиков. По последним данным, в Санкт-Петербурге каждый пятый школьник знаком с наркотиками, а во многих школах в старших классах регулярно употребляют наркотики до трети учеников. В школах Москвы отмечены случаи бесплатного распространения наркотиков с целью втянуть в наркозависимость как можно больше детей. Наркоманы являются основной причиной роста заболеваемости с ПИДом. Почти 90% выявленных случаев заражения ВИЧ-инфекцией было связано с внутривенным употреблением наркотиков. Неуклонно растет число преступлений, совершенных в состоянии наркотического и токсического опьянения. Наркоману, использующему героин, ежедневно требуется 20-30 долларов на приобретение наркотика. Большинству наркоманов легально заработать такие деньги невозможно. Увеличивается количество краж и других преступлений, совершенных с целью получения средств для приобретения наркотиков. За последние 10 лет количество смертей от употребления наркотиков увеличилось в 12 раз, а среди детей в 42 раза. Подавляющее число хронических наркоманов не доживает до 30 лет. Средняя продолжительность ушедших из жизни наркоманов после начала употребления наркотиков 4-4,5 года. Опытный врач-нарколог Сергей Белогуров считает, что наркомания – это не болезнь в обычном смысле этого слова. Ее нельзя отнести к числу пороков. Наркомания – это тотальная, то есть затрагивающая все стороны внутреннего мира, отношений с другими людьми и жизни, поражение личности, которое сопровождается разрушением физического здоровья. Наркоман постепенно уничтожает свои лучшие нравственные качества, становится психически не вполне нормальным, теряет друзей, семью, остается без работы, вовлекается в преступную среду, приносит бездну несчастья себе и окружающим и, наконец, медленно и верно разрушает свое тело. К этому можно добавить и главное – губит свою бессмертную душу. Откуда же на людей пришла эта напасть? Употребление наркотических веществ известно давно. В древние времена употреблять наркотики позволялось только вождям, шаманам и жрецам для общения с духовными силами. Первым известным растением с наркотическим действием был мак. На глиняных топличках, обнаруженных в Ираке, остались рецепты приготовления опиума. В Малой Азии жрецы пили наркотические вещества и утверждали, что так они постигают сущность времени. Инки жевали с этой целью листья коки. Для входа в экстаз использовались и галлюцигенные грибы. Так что корнями наркомания уходит в язычество и оккультную сферу. Европа практически ничего не знала о наркотиках до конца XIII века, когда крестоносцы привезли из Ближнего Востока опиум. В 1805 году аптекар Зертюнер получил морфий. Героин, который оказался в три раза сильнее и во много раз опаснее, был произведен в 1898 году в Германии. С давних времен известно наркотическое действие веществ, получаемых из конопли. Анаши, плана, марихуаны, гашиша. Еще в XII веке Эбби Бейтар отмечал, что гашиш приводит к отупению и слабоумию. Название марихуана происходит от португальского «морежуанга», то есть «отравитель». Несмотря на пагубные последствия употребления препаратов конопли, этот вид наркомании относится к самым распространенным. В 1938 году швейцарский химик Альберт Хоффман получил лезергиновую кислоту. ЛСД в 4000 раз сильнее других наиболее известных наркотиков. Этот препарат относится к группе психоделических наркотиков, так как он вызывает изменения сознания, психозы, бред, галлюцинации. Препарат влияет на хромосомы, что ведет к рождению неполноценного потомства. Эта же особенность отмечена и у других наркотических веществ. В 70% семей наркоманов рождаются дети-уроды. До конца XIX века наркомания не рассматривалась как серьезная проблема, но с развитием технического прогресса наркомания приняла характер эпидемии. На новый виток наркоманию поднял культурный протест молодежи 70-х годов прошлого столетия. С помощью наркотиков, как средства изменяющего сознания, пытались совершить так называемую психоделическую революцию такие деятели движения «Новый век», как Станислав Гроф, Эндрю Вейл и Джон Лили. Их идеи вовлекли в паутину наркомании тысячи новых жертв. Субтитры создавал DimaTorzok